Всем здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о тыквах. Почему? Ну, потому что уже сезон не за горами. Когда мы начнём думать о садах, сажать саженцы, уже сейчас мы собираем семена, подготавливаем. Поэтому уже пора говорить о будущем урожае. И, естественно, выбирать урожай нужно сейчас. Сегодня я вам расскажу о тех сортах, которые популярны сейчас в Англии. Многие из них я пробовала сама. А потом я вам расскажу, что я из них готовлю и покажу блюда, которые очень легко готовить, очень быстро, и они очень вкусные и полезные. Так что давайте начнём с семян. Наверное, самая моя любимая и вкусная тыква – это Crown Prince F1. Она голубого цвета снаружи и ярко-оранжевая внутри. До 4-4,5 кг она примерно растёт и очень хорошо хранится в прохладном месте. Очень вкусная, сладкая. В общем, очень рекомендую её всем. И если вы думаете, что у вас нет места растить тыквы, то знайте, что они растут как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Поэтому хоть на сарае растите, хоть на изгороде. Если очень крупные плоды, тогда их, конечно, придётся подвязывать. Но это стоит того. Также отмечу тыкву Cargo 1. Она растёт до 10 кг, от 6 до 10. У неё листва устойчивы к грибковым заболеваниям. Если вы хотите использовать вертикальные поверхности, тогда используйте маленькие тыквочки. И вот Speedfire F1 как раз очень хорошо подойдёт для этого. А если вы, наоборот, хотите вырастить гиганта, тогда купите себе семена Atlantic Giant. Если вы ещё не выращивали тыквы, обязательно попробуйте. Начните с маленьких и всё время экспериментируйте. И вы обязательно найдёте тот сорт, к которому вы просто прилипнете и будете потом сажать из года в год, будете использовать и радоваться всему, как растёт, как созревает, как вы готовите, и как это просто выглядит в вашей пищевой корзинке. Тыква не просто вкусный, но ещё и очень полезный продукт. В нём содержится огромное количество витамин. А, П, вся группа витаминов В. Мы прекрасно знаем, что это очень важно. А-витамин нормализует развитие репродуктивной функции, здоровье кожи, глаз, поддерживает иммунитет. Много макроэлементов и микроэлементов. Из макроэлементов важны калий, кальций, кремний, магний, натрий, сера, фтор, хлор. Кремний стимулирует синтез коллагена, что очень важно для нас, девушек элегантного возраста. Но, что касается микроэлементов, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, селен, который тоже очень важен, фтор, хром, цинк. Медь, должна отметить, входит в состав ферментов, участвующих в процессах обеспечения тканей кислородом, и дефицит может привести к нарушению сердечно-сосудистой системы, а также функционала вашего скелета. То есть все заболевания, связанные с суставом, состоянием костей, напрямую зависят от этого. Поэтому, конечно, давайте кушать тыкву, как ее растить. Я расскажу в следующем видео. Мы пойдем прямо на место, где это все происходит. Ну, а сегодня давайте посмотрим, что же мы готовим из нее. Итак, процесс вы уже понаблюдали. Мы делаем запеченную тыкву в духовке вместе с котлетками. И это делается очень быстро, очень просто. Просто все складывается на противень и ставится в духовочку на 30 минут. Все готовенько, все вкусненько и все очень полезненько. Посмотрите, какая красота! Не забудьте салатик из свежих овощей. Рецепт с курицей аналогичный. И в духовке он также готовится 30-35 минут, в зависимости от того, насколько большие филешки у вас. Ну, а бутылочную тыкву я начиняла фаршем, перемешанным с медом, яблоками и пряными травами. Очень вкусненько и быстренько. И сверху я также посыпала натертым пармезаном. В принципе, может быть любая начинка, любой сыр. И могут быть даже вегетарианские и веганские версии этого блюда. Это 40 минут в духовочке. Шкурку не надо чистить, она запекается и становится прямо тоненькая-тоненькая. Ее можно кушать или можно просто ее вот снять буквально как бумажную. Поэтому трудовые затраты минимальные на это дело. Вообще все блюда из тыквы готовятся очень быстро. И она сама готовится очень быстро. Ну и, конечно, больше всего сохраняется полезных веществ в сырой тыкве. Ее можно просто натереть на терке и добавить в салат. Или использовать в смусе. Или же вот запекать. Тоже очень полезно. Жарить это уже не то и при варке тоже. Мы уменьшаем количество макро- и микроэлементов, потому что они переходят в воду. Тыква может быть самостоятельным блюдом запеченная. Я всегда ее смазываю растительным маслом. Тогда у нее образуется такая красивая хрустящая корочка. Как я сказала, сыр может быть любой. И так как тыква прекрасно хранится, вы свою тыкву будете готовить и на Новый год, и позже, практически до самой весны. Про супы-пюре я даже не буду рассказывать. Наверное, любая хозяйка это блюдо знает, любит и готовит. А вот про запеканки нужно поговорить. Почему? Потому что их можно готовить и как десерты, и как отдельное блюдо, и как блюдо для гарнира, для овощей, для мяса. Ну, для рыбы я не использую, честно говоря, но в принципе, почему бы и нет. И все это делается, в общем-то, варится. И потом взбивается в миксере с добавлением трех, буквально трех ложек муки, четырех яиц. Получается такая шикарная запеканка. Если вы добавите туда немножко соли, перца и каких-то трав, то у вас получится как раз запеканка или отдельное блюдо, или для гарнира. Если вы добавите туда сладостей, я, например, сейчас вот добавляла джинджер, это имбирь. Также я добавляла туда корицу. Получился такой вот очень зимний согревающий десерт. В общем, ребят, делитесь своими рецептами. Я их буду анонсировать самые лучшие. И зайдите на страничку рецептов. У меня там еще есть шикарный яблочно-творожный пирог. Очень вкусный. И главное, что сейчас как раз тот период, когда мы готовим очень много блюд из яблок. Приготовьте, вы не пожалеете. Те, кому трудно найти страничку, тогда просто спуститесь в объяснение к видео. Там будет отдельная ссылочка на рецепт этого яблочного творожного пирога. Ну и я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Приятного аппетита, когда вы что-нибудь из этих рецептов сготовите. И желаю вам всего самого хорошего в жизни, здоровья, новых идей. Самое главное, мирного неба над головой, чтобы была возможность ваять и жить счастливо. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok